Вы готовы, дети? Я готов, да. Я не слышу. Так точно, Редон. Кто? А точнее, какой вид самый популярный среди новичков и даже среди заядлых киперов? Ответ – жнецы. Для содержания жнецов всего лишь необходимо просто стараться делать так, чтобы они не погибли. Ничего сложного. Минимальные знания, отсутствие опыта, ну и, конечно же, терпение. Да даже на заставке матка жнецов. Доброго времени суток. Никогда не задумывались, почему птицы стали летать, некоторые млекопитающие ушли жить в море, а белки стали есть воробьев? Эволюция. Вот ответ на все эти вопросы. Когда-то давно предки жнецов были падальщиками, но в какой-то момент поняли, что энергетически выгоднее потреблять семена растений, нежели тратить драгоценное время на поиски подходящей пищи в их место обитания. Жнецы заселяют в основном степи и полупустыни. Тут множество растений с крупными мясистыми семенами, которые созревают примерно в одно и то же время. При должном хранении и равномерном потреблении один хороший урожай может кормить целый год растущую семью муравьев. Основа рациона жнецов – это семена сложноцветных, злаков, зонтичных и, может, мертвые насекомые, которые изредка находят фуражеры. Жнецы – не охотники. У них очень размеренная и спокойная жизнь. Им незачем гоняться за живой и полуживой добычей. И даже если какой-нибудь сверчок попадется на их пути, то жнец вряд ли будет стараться его поймать. Тратить на это силы – не дело. Встретить фуражеров можно не всегда. Обычно массово рабочие появляются на поверхности только во время лёда, либо во время сбора урожая. Лёд жнецов начинается весной, после таяния снегов. Ещё не все муравьи проснулись, а молодые матки уже начинают копать свои первые гнёзда. Сбор семян происходит обычно два раза в тёплый сезон. Первый – в середине весны, когда даёт семена всякие первоцветы. А второй – уже ближе к началу осени. Как раз к этому времени созревают злаки. Муравьи активно в основном в прохладное время суток. С позднего вечера и до раннего утра. Самое пекло их не встретить. Жнецы устраивают крупные организованные вылазки для сбора зёрен, отходя от гнезда на десятки, а иногда на сотню метров. Форжировка – дело опасное, но жнецы не боятся опасностей. Они знают, что сила в коллективе. Сила во взаимопомощи. Жнецы полиморфны. В колониях есть как обычные рабочие, так и крупные, с гипертрофированными головами, которые выполняют как функцию солдат, так и дробилок семян. Есть ещё и переходные формы, которые как бы уже совсем не обычные рабочие, но и не похожи на солдат. Укус солдата ощутимый, но не больной. Для боли и страданий они используют... Да, погодите-ка. У жнецов есть жало, но, как уже говорилось в начале, в процессе эволюции жнецы пришли на растительную пищу. Семена не убегают, не сопротивляются, а значит и убивать, то даже ранить семена незачем. Вот жало и стало бесполезно. Стало-то стало, но не утратилось. Ад превратилось в подобие коротенькой тупой иголочки. Этакое подобие отсревшего пороха в пистолете пирата. В роли охраны могут выступать не только солдаты, но и обычные рабочие. Вообще у жнецов самый широкий спектр профессий рабочих муравьёв. Есть, как в обычные нам, фуражиры, строители, няньки, охранники, так и специфичные муравьи-повара, муравьи-вешалки, ну и муравьи-недоплерогаты, которые раздуваются от обилия пищи и напоминают живые бочки. Не путайся с муравьями-бочками видовых муравьёв. У жнецов это, так сказать, что-то похожее, но совсем не то. Муравьиник жнецов тоже не так прост. Всё продумано и технологично. Главный видимый вход всегда располагается на прогреваемом месте. Его окружает кольцо из маленьких песчинок и кусочков земли, которые бережные строители вынесли из глубин огромного муравьиного города. Вокруг входа обычно нет мусора, всё расчищено. Иногда даже уничтожаются растения, которые затеняют землю и не дают прогреваться подземным залом, прибывающим к главному входу. Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что неподалёку есть ещё проходы в подземное царство, но они скрыты в тени, в траве или просто где-то севернее основного входа. Это всё неспроста. От главного входа идёт шахта, от которой ответвляются многочисленные галереи и залы. Шахты уходят глубоко вниз, однако камеры располагаются не на всю глубину вертикального туннеля. Есть примерно три уровня зарегания камер. Первый уровень располагается в почвенных горизонтах. Здесь грунт рыхлый и водопроницаемый. Галереи копаются легко, а значит их и много. Плюс ко всему, из-за близости к поверхности земля частично прогревается, поэтому в верхних камерах сушат зёрна, прогреваются крупные речинки и куколки. В камерах ниже, влажнее, не скачет температура с изменением времени суток, как под поверхностью. Идеальные условия для развития яиц и мелких личинок. Тут же располагаются покои королевы, её свита и кухни, где разделываются и проращиваются семена. Рабочие бочки, да и просто отдыхают другие рабочие. Напоминаю, это только первый уровень залегания камер. Второй уровень располагается обычно в водонепроницаемых слоях, глине, плотном песчанике или в каком-то другом материале. Здесь раскинута сеть галереи, но в основном пустых, и только некоторые заполнены семенами. Это так называемые амбары и зернохранилища. Стенки камер сухие, температура постоянная, в районе 16-18 градусов идеальные условия для хранения крупы. Тут в основном гуляют только охрана и повара, которые либо вытаскивают семена для потребления наверх, либо разделывают их на месте. Пустые камеры галереи служат для зимнего убежища колонии, так как температура здесь постоянная даже в холодное время года. Уровень ниже находится в водоносном горизонте, а это уточню от 5 и более метров под поверхностью земли. Здесь постоянно влажно, тут почти нет камер, но есть тоннели в другие шахты гнезда. Помните про входы в муравейник, расположенные в тени? Так вот это все образует совершенную систему вентиляции. Сейчас будет минутка физики. Солнце нагревает поверхность земли вокруг главного входа в гнезда. Воздух в прилегающих камерах расширяется и стремится вверх, так как теплый газ легче холодного. Он выходит из главного входа, при этом тянет весь воздух из всей шахты наружу. Создается пониженное давление, которое стремится стабилизировать газы из второстепенных ответвлений. Это и создает постоянный поток свежего воздуха. Пассивная проточная вентиляция предотвращает застои газа в гнезде, а значит мешает развитию всяким грибкам, которые могут поселиться на расплоде или семенах, которые используются для питания как рабочим муравьям, так и матке и растущим личинкам. Мягкие и мелкие семена отправляются на разделочный стол без обработки. Слишком твердые семена сначала помещают во влажные камеры гнезда, где они начинают разбухать, становясь менее твердыми и более усваиваемыми. В зависимости от размера семени и размера рабочего, в качестве поваров выступает один или несколько муравьев. Сначала муравьи осторожно снимают с крылупу семечка, после начинают разгрызать мякоть. Если семечко слишком большое для обычного рабочия, то крупные солдаты измельчают семя до некрупных фрагментов, которые перемалываются и смешиваются с пищеварительным секретом рабочих, превращаясь в питательную пасту. Если так разобрать, то это просто тесто из семян слюны. Но такая смесь настолько питательная и легко усваиваемая, что способна прокормить как рабочего, так и растущую личинку. Во время рассвета отечественного мермекиппинга, жнецы были самыми желанными муравьями. Очень легок в поднятии, просто содержание, интересное наблюдение, крупные матки, племорфные рабочие, длительное автономное питание, широкий спектр специфики видов, куча плюсов в общем. Я даже уверен, что один из вас, кто смотрит это видео, захотел жнецов, а другой пустил слезу радости, вспомнив, как начинал пару лет назад знакомиться с муравьями именно с мессоров. Да я и сам держал одним из первых именно жнецов, и мне даже удалось зарастить колонию почти до 2000 особей. Но это уже совсем другая история. Среди жнецов можно выбрать интересный именно для вас вид. Тут и привычный нам мессорструктор, туда же и мутикус и рофитарсис. Это один хрен одно и то же. Красногрудый дентикулатус и казакорум. Красноголовые барбарусы, многоматочные ацикулатусы, которые не имеют солдат, и заморские капитатусы, самыми мощными солдатами среди своего рода. Не будем также забывать о пропустынных супергигантах, оринариусах и африканских цифалотус, которых можно считать элитными экземплярами в коллекции. Начальной колонии найти несложно. Примерно к маю появляется куча объявлений о продаже почти на всех известных платформах. Остается лишь заказать и ждать посылки. Жителям степных зон может повезти встретить отлетевшую матку на своем пути. Лед обычно проходит в первые теплые дни весны, ориентировочно, когда среднесуточная температура устанавливается в районе 16 градусов. Но в зависимости от климатических и каких-то космических факторов, лед может пройти и раньше, и позже. Лед жнецов процесс не растянут. Само роение и спаривание происходит буквально за день. Но расстраиваться не стоит, последующие пару-тройку дней матки еще будут искать подходящее место для гнезда. Стретить их можно преимущественно бегающими по земле, прячущимися под камнями и корягами. Если матка бегает с крыльями, то, скорее всего, она не успела спариться в полете. Либо же еще не сработал инстинкт сбрасывания крыльев. Но рисковать не стоит, брать не надо. Хватаем матку без крыльев и осторожно кладем в спичечный коробок баночку или другую емкость. Бежим в аптеку, покупаем 10-кубовый шприц, ну или достаем пробирку у друга лаборанта. Далее по точной схеме делаем инкубатор. Вода, ватка, пустое пространство, ватка. В интернете полно инструкций. В течение месяца матка отложит яйца около 10-15 штук. Они успеют вылупиться и превратиться в личинок, а после окупаются. Подкармливаться до появления первых рабочих можно, но не обязательно. У матки полно запасов, чтобы прокормить себя, расплод и даже, возможно, первое поколение. До того момента, пока ее дочки не смогут самостоятельно отправиться на поиски пищи. Подкормить значит открыть инкубатор, открыть инкубатор значит стресс-колонию. Если уж так хотите, просто дайте щепотку маковых семян. Не нужно никаких вареных куриц и чесания яиц, только семена. На этом этапе больше ничего предпринимать не нужно. Просто тихонько наблюдайте за развитием новой жизни. Выход первых рабочих, первая разделка семечек, первый расплод, увеличение численности. В применении крупных рабочих, а точнее уже солдат, очень важный этап для каждой колонии. Биомасса и работа, потраченная на выращивание одного солдата, сопоставимы с выращиванием двух, а то и трех некрупных рабочих. Но появление такой особи несет огромную выгоду для семьи. Это и разделка более твердых семян, и охрана гнезда, и хранение больших объемов пищи. С каждой новой волной созревания рабочих муравьев увеличивается и продуктивность колонии. Производство питательной пасты ускорено, уход за расплодом более тщательный, внимания к королеве больше, а значит расплода будет еще больше. Все взаимосвязано. При должном уходе колония будет расти в численности, в экспоненциальной прогрессии. Нужно всего-то давать корм, поддерживать влажность и предоставить необходимый объем для существования. С кормом уже разобрались семена, но иногда придавленные и умерщвленные насекомые. Ходят слухи, что сироп смертелен для жнецов. Мол, в природе они не встречаются с подобной пищей, и это как бы верно, но все же я считаю, что каждая колония индивидуальна. Моя первая колония, мессеров, активно потребляли на всех этапах своего развития, как сиропы, так и желе, фрукты, варенье и даже компоты из паилок. Но другим колониям все же я бы не рискнул давать подобную пищу, особенно если семья еще мала. При увеличении численности колонии необходимо расширить жилое пространство. Самым простым способом будет подключение дополнительных инкубаторов к основному, но надолго такой конструкции не хватит. Как уже говорилось ранее, в гнезде этих муравьев существует некое разделение по уровням влажности и температуры. В домашних условиях также необходимо учитывать эти параметры. С температурой все не так критично, но вот градиент влажности соблюсти придется. Хоть жнецы и мермицины, но живут они в формикариях. Кто понял шутку, плюс комменты, ну или хотя бы лайк под видео. Формикарий может быть как из акрила, так и гипсовым. С покупными акриловыми формикариями сложности не будет. Там за счет конструкции уже имеются как влажные, так и сухие зоны для семян. С гипсовыми моноблоками дела обстоят сложнее. Объем гипса должен быть достаточно большим, чтобы влага от камеры увлажнее распространялась неравномерно. И в определенных участках ее уровень стремился к нулю. При маленьких объемах нужно сделать так, чтобы некоторые камеры были изолированы от других. Например, через какой-то водонепроницаемый материал или чтобы гипс имел соответствующую примесь. Технически это сделать сложнее, но на практике все же даже у такого ногорока, как я, все получалось. Наиболее практичным вариантом будет модульная конструкция формикария. Влажный блок, блок с семенами, трубки, переходники. Да, это уже звучит громоздко, но если часто не двигать модулей и сделать какую-то общую фиксирующую конструкцию, то получится очень даже интересно. Первая моя колония месров жила в пяти гипсовых модулях и двух аренах. Достаточно круто смотрелось, особенно постоянной миграции фуражеров от арен к основному модулю. И тут же резко перейдем к вопросу о скорости развития жнецов. Каждый вид развивается со своей интенсивностью. Не стоит забывать и про индивидуальность каждой колонии. Бывают колонии скороспелы, а бывают и те, которые за год могут вывести всего дюжину рабочих. И это при условии близких к идеальным. Скорость роста и численность можно регулировать как кормами, так и жилой площадью. Просто на семенах жнецы растут с обычной скоростью. Если исключить мягкие и мелкие семена, то колония немного замедлит свой рост, так как много сил будет уходить на разделку крупных и твердых семян. Если же жнецов подкармливают насекомыми, то развитие ускорится в разы. При ограничении жилого пространства муравьев не станет больше, чем сможет вместить в себя формикарий, в котором они обитают. Колония сама будет регулировать численность, чтобы не по головам ходить, и хватало рабочих для нужд семьи. Но все же стоит своевременно расширять им жилье, это же ваши питомцы и за ними нужно следить. Нужно сделать какой-то вывод из всего сказанного. Жнецы это интересный опыт и знание о структуре сложных и у социальных сообществ. Это высокоорганизованные муравьи с некой аурой умиротворенности и спокойствия. Если ты совсем новичок и не знаешь, с чего начать, начинай со жнецов. Любой кипер со стажем посоветует именно их. Но стоит учитывать, что даже жнецы со своей легкостью и простотой содержания требуют наличия знаний и определенных условий. Это правило относится к любому питомцу. Это важно. Спасибо за внимание. Лучшая благодарность автору это лайк и подписка. Всем добра и расплода. Субтитры создавал DimaTorzok